В здоровом теле здоровый дух. В Казань-Экспо стартовал 9-й международный форум «Россия – спортивная держава», где собрались легенды спорта и организаторы крупнейших мероприятий. Далее репортаж нашего корреспондента с открытия фестиваля. С 2009 года спортивная держава объединяет более 3000 человек – олимпийских чемпионов, представителей частного бизнеса, экспертов спортивной индустрии и просто неравнодушных зрителей. Это уникальная площадка обмена опытом, международным опытом, опытом проведения крупных соревнований в Российской Федерации, взаимодействия регионов. Тема форума – реализация стратегии 2030 и вопросы, связанные с подготовкой кадров, вопросы детско-юношеского спорта, развития массового профессионального спорта, олимпийского движения. Продвижению России на мировой спортивной арене здесь уделяется особое внимание. Страна не только посылает своих чемпионов за рубеж, но и является организатором крупнейших мировых соревнований. Ближайшие из них – зимние студенческие игры – уже готовятся к наплыву гостей. Планируют принять участие более 11 тысяч участников. Из них 2000 атлетов, 1000 тренеров из более чем из 100 стран. Ежегодно форум объединяет на своих площадках и уже состоявшихся спортсменов, и тех, кто лишь недавно начал проявлять интерес к индустрии. Попробовать себя в различных видах спорта можно на стендах. Например, я никогда не занималась стрельбой. Посмотрим, что у меня получится. Кстати, стрельба из пневматической винтовки входит в перечень норматива «Готов к труду и обороне». Историю ГТУ от возникновения до наших дней готова рассказать экспозиция «Музей на колесах». Помимо различных наград здесь представлены грамоты победителей и участников соревнований, а также спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Этот приз 1956 года. Он вручался победителям легкоатлетических соревнований на спартакиады народов СССР 1956 года. Видите, вот он уже потрачен временем таким. Ну, посмотрите, вот исполнение. Каким был спорт в прошлом веке, помнит советский футболист Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России и почетный участник форума. Сменялась власть, титулы и лица на спортивной арене. Постоянной оставалась лишь идея народного единства, которой наполнено и нынешнее мероприятие. Расскажу просто историю из Олимпийских эрисов 1972 года. Там было такое помещение, где висело много-много телевизоров. И вот здесь показывали бокс, здесь борьбу, здесь лыжи летние, значит, гребля, здесь баскетбол, предположим. И мы вот все, кто не участвовали в сегодняшний день, там футболисты, предположим, мы сидим и смотрим, мы болеем за нас, потом переходим за боксера, болеем за это. Вот это сплачивает, это страна. Понимаете, в чем дело? Не спорт как таковой сплачивает, а страна. Но самое главное, что президенты страна понимают и руководство страны о том, что физкультуру прежде всего, спорт это все-таки спорт высших достижений. Это нужно для и духовного, и для физического развития человека. Чтобы примкнуть к здоровому образу жизни, не нужно ждать понедельника. На выставке есть спортивные снаряды, опробовать которые может каждый участник. Так сказать, и на выставку сходил, и мышцы подкачал. В третьем павильоне Казань-экспо гостей ждали танцевальные батлы, тир, стенд-клубы Кенда и площадка пилотирования дронов. Форум «Спортивная держава» завершится 10 сентября. Ариадна Кугушева, Фарид Захитоглы, Универньюз.